С февраля ряд пособий и мер поддержки, представляемых социальным фондом России, проиндексировали на 7,4%. Это вторая волна массовых повышений с начала года после проведенной в январе индексации пенсий и изменения прожиточного минимума, по которому рассчитываются многие социальные выплаты и меры поддержки. Напоминают в соцфонде, по информации Минтруда, в общей сложности проиндексировано свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Прежде всего, февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Напомним, что некоторые категории могут вместо денежной компенсации использовать право на выбор социальных услуг. Это набор социальных услуг. Он может быть как в натуральном виде, так и в денежном эквиваленте. Что входит в этот перечень? Это обеспечение льготными лекарственными препаратами, это получение санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям, и это оплата проезда к месту лечения и обратно. Также с 1 февраля текущего года проиндексирован материнский капитал. Еще не использованный маткапитал на первого ребенка вырос на 44 тысячи рублей и составит более 630 тысяч, на второго на 58 тысяч до 833 тысяч рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств. Напомним, на Ямале можно получить еще и региональный материнский капитал. Это самая большая выплата по всей России. За рождение второго ребенка выдается 150 тысяч рублей, за третьего и последующих 500 тысяч. Основные условия получения данного маткапитала – это, конечно, гражданство Российской Федерации. И на момент рождения второго или последующих детей – один год проживания на территории Ямала. Пореализовать средства материнского семейного капитала можно в улучшении жилищных условий. Улучшение жилищных условий только на территории Ямала-Нинскоавтономного округа и только капитальное жилье. Напомним, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии анонсировал, что с этого года направить средства регионального материнского капитала можно на любую медицинскую помощь по назначению врача. Нововведение позволит ямальцам на свое усмотрение выбирать тех специалистов и медицинские организации с соответствующей лицензией, которые им больше всего подходят. Продолжение следует...